Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Я рассказываю в видео о том, как улучшить качество жизни. И сегодня поговорим о том, как избавиться от болезней. Потому что многие спрашивают, как происходит процесс исцеления, да, на самом деле, от чего ты исцеляешь. Я говорю, что не то, чтобы я исцеляю от чего-то, а я, как проводник, помогаю вам соединиться с вашим внутренним миром, с вашим высшим Я и провести исцеление. Эта практика называется процессинг. В ней есть очень много сходных вещей и от других практик. Часто ее сравнивают с практикой тета-исцеления, да, то есть почему происходит, например, исцеление. Потому что есть поток теты от источника, от создателя. И здесь в процессинге вы тоже соединяетесь с самим собой, как с создателем. И то есть происходит исцеление за счет чего? За счет вот этих вибраций, тета-вибраций. И каждый из нас может достичь этого состояния. То есть состояние чистоты, состояние источника и находиться, быть соединенным с ним. И таким образом будет происходить исцеление. И вот в этом вся суть. Суть в том, чтобы быть соединенным. Не от соединенным, а именно соединенным. То есть быть собой, быть в состоянии вот этого источника и помогать самому себе в исцелении. А моя цель это как проводника помочь вам в этом. То есть направить вас туда, в это состояние и помочь вам исцелиться. И вот таким образом происходит этот процесс, то есть я как проводник направляю вас, задаю вам определенные вопросы, мы находим где источник этого заболевания, где источник негативного заряда и происходит процесс исцеления. То есть в этом вся суть. Получается, что когда я направляю ваше внимание, процесс происходит гораздо быстрее, чем когда вы сами это делаете. Хотя это тоже возможно, то есть возможно и соло практика самостоятельная, практика исцеления, она тоже конечно же действована, но с человеком обученным это действует гораздо быстрее, как и в любой технике. И соответственно процесс идет шаг за шагом. То есть сначала мы можем найти какие-то более простые вещи, потом двигаемся глубже, глубже. И так мы проводим вот такие исследования, раскопки, то есть смотрим где причина заряда и почему он вообще возник этот заряд. И соответственно мы исцеляем причину самого заболевания. То есть мы не справляемся с симптомами, как часто это происходит в обычных, ну скажем так, практиках или системах излечения. То есть пришел человек, у него что-то болит, давайте мы это вылечим, эту болезнь. Но на самом деле болезнь сообщает нам о чем-то более главном, о том, что что-то не так. Любое негативное состояние говорит, смотри, что-то идет не так, ты движешься не туда, надо что-то поменять. И вот когда соединяешься с собой, начинаешь что-то менять, происходит процесс исцеления. То есть важно именно осознать, что идет не так. Не просто умом логически, а вот со всем своим внутренним потенциалом, как бы душой понять это. И вот когда понимаешь это, происходит вот этот процесс исцеления. То есть двигаешься глубже, вглубь себя и понимаешь, ага, вот здесь вот эта вещь неправильная, это неправильно, это вот надо поменять так. И тогда происходит вот эта трансформация. То есть исцеление это как раз познание себя целостным. Почему работают практики медитации и другие подобные? Потому что в этом состоянии человек возвращается к самому себе, возвращается в состояние целостности и единства. И то есть целостность это когда есть гармония между разумом, душой, духом, телом, да, то есть между всеми составляющими компонентами. И вот в практике процессинга, аудитинга мы постепенно восстанавливаем эту целостность. То есть, конечно, хочется, бывает, такую красную таблетку принял и все, сразу все улучшилось, восстановилось, состояние стало гармоничным, целостным. Но есть другой вариант, да, есть постепенный процесс, да, и он, конечно, может быть, он занимает больше времени, но он дает гораздо лучшие результаты. Почему? Потому что тут нету такого вот раз, да, и ты получил, но потом идет спад. Тут идет постепенный процесс и важно, чтобы не было спадов и подъемов, да, потому что если они идут, это говорит о том, что есть какая-то неуверенность, подавление. И мы это тоже урегулируем. То есть, получается, чтобы стать счастливым и осознанным человеком, важно убрать из ума негативные заряды, которые там накопились, и прийти в настоящий момент. И вот это и будет состояние целостности, гармонии, радости и счастья. И в этом состоянии уже действовать, творить, то есть, ну, скажем так, жить полноценной жизнью. То есть, когда мы достигли этого состояния, получается, мы из него можем повысить свои способности, увеличить свои вибрации, то есть, повысить способности. Есть шаги, которые вот идут на, по мосту к полной свободе, да, и они помогают каждому человеку увеличить свою осознанность, то есть, понять себя в такой степени, то есть, мы, например, убираем все, что мешает человеку вспоминать прошлые случаи, да, убираем негативные восприятия, которые у него накопились, возвращаем ему способность к общению, способность справляться с проблемами, способность находить и урегулировать проступки и не совершать их, способность справляться с изменениями в жизни, свобода от фиксированных идей. И, наконец, самое главное, это состояние чистоты, состояние клир, когда человек действительно осознан и когда он действует на основе своей разумности, да, то есть, он применяет полностью смощь своего разума. Это тоже очень важно, то есть, у него отсутствует этот механизм, стимул, реакция, о котором я рассказывал. Соответственно, когда мы достигаем этого состояния, человек может действовать в полной степени осознанно. Давайте сейчас сделаем небольшую практику, посмотрим, как работает процессинг, и вы увидите на своем примере в течение нескольких минут, что происходит во время процессинга. Вот сейчас сядьте и лягте в удобном для вас месте, где никто не потревожит вас, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Ощутите себя и свое тело в этом пространстве. И посмотрите, есть ли какие-то факторы, которые влияют на вас, которые вызывают болезненные эмоции, ощущение какой-то нецелостности или болеть. И выберите что-то одно из этого. Будь то, может быть, ощущение страха или боли, или какого-то дискомфорта. Вот выбрали, допустим, там, ну, дискомфорт, там, к примеру, в правом плече, да. И посмотрите, откуда он проистекает. То есть, какой случай у вас вызывает это. Может быть, была какая-то травма, какое-то подавление, негативное состояние. Вот, и потом вернитесь в этот случай своим сознанием и перепроживите его. Вот, перепроживите несколько раз. Один, два, три, с полными восприятиями. И когда наступит, вы почувствуете, что состояние улучшилось, наступило исцеление, облегчение. Вот, то есть, делайте столько раз, пока не почувствуете облегчение. Если оно не наступает, найдите более ранний подобный случай, где было подобное ощущение. Таких случаев может быть несколько. Вот, и двигайтесь глубже в этот случай, проходите его несколько раз снова до полного состояния исцеления. Вот, таким образом, да, вы двигаетесь и убираете негативный заряд. Самое главное, делайте это с полным восприятием, принятием, чтобы у вас не оставалось какого-то, ну, скажем так, шлейфа, да, остатка. То есть, прошли один раз, второй, третий, и так до полной чистоты, пока состояние полностью не улучшится. Вот, таким образом работает практика процессинга. Когда я провожу, да, с вами ее, мы двигаемся глубже, глубже для достижения полного состояния. То есть, мы находим самые ранние случаи. То есть, цель – это двигаться все глубже и глубже, и найти причину, откуда это все пошло. То есть, самый ранний случай, когда было это ощущение. Так мы можем находить прошлые воплощения, параллельные вселенные. То есть, находить те самые, ну, скажем так, вещи, откуда это все пошло. И таким образом исцеляться. И вот это действительно настоящее исцеление, которое помогает каждому человеку. Вот, когда вы почувствовали облегчение, завершайте сессию, можно ее повторить на следующий день. То есть, таким образом делать короткие сессии, уделять каждый день себе время для исцеления. Вот, если что-то, ну, скажем так, у вас не получается, есть какие-то вопросы, напишите мне в личные сообщения, я проведу бесплатную консультацию, расскажу подробнее, и потом мы договоримся, сделаем сессию. Вот, таким образом это все работает. Также я провожу обучение процессингу, то есть, можно обучиться этому. И, соответственно, есть курсы по преодолению подъемов и спадов жизни, чтобы справиться с подавлением, курс «Достоинство и целостность личности», чтобы убрать из жизни те вещи, которые разделяют вас, не дают вас быть целостными. Вот, провожу программу очищения, которая помогает полностью убрать, скажем так, загрязнение из тела, наркотики, алкоголь, лекарства, радиацию и улучшить ваше состояние. Да, то есть, эта программа тоже проходит под моим надзором, по моим назначениям. Да, то есть, и все вещи, которые я рассказал, можно проводить онлайн. Да, то есть, имеется в виду, что я выписываю вам назначение на программу или даю материалы для курса, вы его изучаете, проходите проверки, а я их проверяю. Ну и, конечно же, процессинг тоже возможно проводить онлайн, то есть, по вайберу, скайпу, любыми удобными способами коммуникации, которые доступны. Вот, поэтому, или можно приехать ко мне. Вот, Академия Счастья находится сейчас в Одессе, я нахожусь, и поэтому приглашаю вас тоже в Одессу на море. Кто хочет, приезжайте. Вот, скоро будут и выездные мероприятия, поэтому, возможно, и в вашем городе что-то будет. Так что, пишите в личные сообщения. Вот, если видео вам понравилось, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях и, конечно же, пишите ваши вопросы, комментарии. Вот, и сейчас на экране появится еще парочку видео «Как изменить судьбу». Это видео о том, действительно, как поменять свою судьбу. На основе показано, как работает процессинг. И практика процессинга счастья. Там более подробно рассказано о процессинге, о том, как его применять в своей жизни. И показана сама практика в более полном объеме. Вот, так что смотрите эти видео, мой сайт, заходите в гости, подписывайтесь на мой канал. И буду рад вас видеть на процессинге. Вот, пишите в личные сообщения, и я проведу бесплатную консультацию. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал «Академия счастья». И мы увидимся совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи!